Япония периода Токугава называют обществом системы Бакфу-хан, где Бакфу – это центральное правительство Сигуната, а хан – феодальное владение княжества. Система Бакфу-хан отражала подчиненное положение княжеств по отношению к центральному правительству. Основные компетенции Бакфу в период Сигуната Токугава сводились к следующим. Бакфу осуществляла контроль над княжествами и умело манипулировала их владельцами Даймё. Она осуществляла также надзор над императорским двором, контроль над внешней политикой государства и прилагала немало усилий для сакрализации наследия Токугава и Ясу. Основными гарантами власти дома Токугава являлись богатство и экономическое преимущество дома Токугава, жесткий военно-административный контроль над всеми княжествами и строгая регламентация жизни населения, а также отказ от общения с другими странами как гарантия не вмешательства их, прежде всего, европейских государств во внутренние дела Японии. Давайте посмотрим как эти пункты осуществлялись на практике. Немного статистики. На начальный период эда в стране существовало 270 княжеств. Среди них были крупные, с доходом в свыше миллиона кукурисов в год, а также средние и мелкие. При этом владение дома Токугава приносили до 4 миллионов кукурисов в год. Это экономическое преимущество говорит само за себя. Следующий пункт, жесткий военно-административный контроль над другими княжествами. Можно сказать, над всеми основными княжествами. С приходом в власти Токугава и Ясу разделил всех князей, их даймё на два основных типа. Это Фудай даймё и Тадзама даймё. Разделение было проведено по принципу, на какой стороне те или иные даймё выступили в решающей битве Токугава и Ясу при Сыске Захара. Те, кто поддержал Токугава в этой битве, выступил на его стороне, получили статус Фудай даймё. Те же, кто оказался в противоположном лагере, были отнесены к разряду Тодзама даймё. Что это означало? Это означало, что те княжества, которые оказались в разряде Тодзама даймё, во-первых, были переселены на менее плодородные земли, их наделы были значительно сокращены и отныне они не могли принимать участие в управлении государством, то есть занимать какие-либо должности в центральной администрации. Контроль над княжествами и над их экономическим благополучием осуществлялся с помощью еще одной системы, так называемой системы Санкин Кутай, что в переводе означает системы заложничества. Каждый даймё обязывался проводить определенное количество времени в столице, иметь там свою резиденцию. На то же время, когда он отсутствовал в столице, возвращаясь в свое княжество, которым все-таки он должен был управлять, в столице оставался кто-то из его семьи в качестве заложника. Это служило гарантией, что никто из даймё не будет помышлять о каких-либо действиях против правящего режима, режима Токугава. С одной стороны, это гарантировало политическое спокойствие в стране, а с другой стороны, способствовало экономическому развитию столицы, а также транспортной и дорожной системы в стране. Поскольку даймё несколько раз в год должны были большими шествиями проходить по стране от Эдо к своим княжествам, в стране естественным образом организовывались, протаптывались пути и дороги, которые оформлялись и затем поддерживались в рабочем состоянии. Таким образом организовывалась целая сеть дорог. С другой стороны, естественно, такая система значительно подрывала экономическое благополучие княжеств, поскольку фактически им приходилось жить на две резиденции. Одна из которых находилась в личном княжестве, а вторая в столице, причем резидентство столицы тоже должна была соответствовать уровню даймё. Для того, чтобы ее содержать и поддерживать на должном уровне, требовались значительные траты. С видением системы Санкин Ко Тай в княжествах появились новые должности. Джё Дай – это ченок, замещавший даймё во время его отсутствия в княжестве, и Русуи, чиновник, замещавший даймё в Эда в то время, когда даймё находился в собственном княжестве. Все население страны было разделено на четыре сословия. Щи – самураи, но – крестьяне, кори – месленники и ещё – торговцы. Эту систему сословного разделения так и принято называть «щиноку-шо». Сословие самураев было неоднородным, оно подразделялось на даймё и, собственно, самураев и их вассалов, составлявших военное служевое дворянство. Кроме того, в эту категорию попадала и киатовская аристократия. Крестьяне стояли на второй ступеньке – это социальные лестницы, тем самым была подчеркнута важность того труда, который они осуществляли. Труд земледельца в соответствии с конфуцианским учением считался очень уважаемым. Сама правда крестьянство оставалось бесправным, но постепенно оно училось бороться за свои права, и крестьянские восстания были одной из форм социального протеста. Торговцы впервые были выделены в отдельное сословие и оказались на самой последней ступени представленной социального разделения. И это было не случайно. Опять же, согласно конфуцианским взглядам, они ничего не производили, а значит их труд не являлся уважаемым. Конфуцианский принцип гласил, земледелие надо поощрять, а торговлю подавлять. Что касается места синтоистского и буддийского духовенства, то внутри представленная сословная иерархия четко не было определено, но фактически духовенство по своему статусу приближалось к первому военному сословию. Вне четырех сословий оказались две группы. Это Хенин и Эта. Хенин, дословно не человек, таким именем назывались людей, которые подвергались наказанию главным образом за разбой и преступления против властей, а также нищих и бродяг. Это слово всегда имело презрительный смысл. Совершившие преступления теряли свое общественное положение. Их профессия становилась обслуживанием места казни и захоронения казненных. В восточной части Японии они жили в городах и имели своего лидера, которого называли Дан Цаэмон. Он выступал своего рода посредника между Хенин и властями. В западной части Японии Хенин жили в деревнях. И все же Хенин не считались навеки пропащими людьми, теоретически они могли восстановить свой прежний общественный статус. Еще одна каста Эта, так называемая Каста Париев, занимала самое низкое положение в общество. Они занимались убоем скота, выделкой кож, уборкой мусора, то есть теми профессиями, которые, согласно буддийским представлениям, оскверняли человека грязью смерти и кровью. С древних времен такие работы выполняли либо рабы, либо заключенные, так как с точки зрения религии они считались позорными. Постепенно нечистые профессии становились наследственными. Так образовалась каста отверженных Эта, которая была лишена каких-либо прав и жила в специальных поселениях. Эта каста не имела возможности подняться по социальной лестнице. Еще одной мерой для укрепления центральной власти, а также для установления мира и спокойствия в стране, можно считать введение княжеского кодекса. Он был принят в 1615 году, спустя несколько недель после уничтожения сына Хида-Йоши Хида-Йори. Иесу собрал дайме у себя в замке Фушими, где им был зачитан указ из 13 статей, которые легли в основу княжеского кодекса. Вот некоторые выдержки из него. Если замышляются какие-то новшества или начинаются раздоры в соседнем княжестве, об этом надлежит незамедлительно наносить правительственным властям. Даже о ремонте замка надлежит докладывать властям. Высокие стены и глубокие рвы – причина крупных переворотов. Самураи всех княжеств должны соблюдать экономию. Богатство всегда бывает показным, а бедные стыдятся своим неравенством. Это обычное явление, но ничего не достойно большего порицания, чем расточительства, которое должно строго пресекаться. Князья должны назначать на руководящие должности своих княжеств людей способных и достойных. Искусство управлять заключается в умении подбирать подходящих лиц. Должна быть проведена грань между заслугами и проступками, а также должны правильно распределяться награды и взыскания. Если в княжестве есть способные люди, оно будет процветать. Если их нет, оно будет разрушаться. Представленные цитаты показывают, что идеологическая основа Сигуната Токугава стала конфуцианство – система четких правил, запретов и предписаний. Возможно, поэтому Сигунат Токугава оказался такой прочной системой, которая смогла просуществовать почти 300 лет. В развитии государственной административной системы Японии в Ухведе можно выделить три основные стадии. Это стадия формирования с 1603 по 1632 год, это время правления первых трех Сигунат. Стадия существования с разной долей эффективности с 1633 года по 1854 года. И последняя стадия, самая короткая, это стадия разрушения, которая в японской историографии имеет название «Бакумацу», что дословно означает «конец правления Бакуфа». Начало данного периода связано с подписанием первых международных договоров между Японией и западными странами и прекращением политики изоляции стран. Продолжение следует...